В эфире Рязанской телекомпании «Город» программа «Время говорить». Здравствуйте! Несмотря на то, что эта рабочая неделя была короче на один день, событиями она была богата. И это не может не радовать. Коротко о главных новостях. Москва встречает Рязань в Совете Федерации. Прошла встреча Олега Ковалева и Валентины Матвиенко. Экзамен для директора. Руководители управляющих компаний теперь обязаны получить профессиональные сертификаты. А нам не до отдыха. Расскажем о том, какой была эта неделя для сотрудников силовых ведомств. А теперь обо всем подробнее. Началась эта неделя не только с праздника, посвященного Дню Защитника Отечества, но и Великим Постом, который, как известно, является самым главным и длительным в православии. Его основной целью можно назвать подготовку к Пасхе, празднование которой в этом году выпадает на 12 апреля. Все православные христиане, строго соблюдающие пост, понимают, что впереди их ждет нелегкое испытание, как в употреблении пищи, так и в духовном смысле. Для каждого православного христианина эпоха, пора Великого Поста – это не столько время ограничений, хотя они присутствуют, это и воздержание в пище, и в каких-либо развлечениях, но в первую очередь пост – это время, когда человек активизируется. Активизируется во всех своих душевных порывах в том, что и составляет его часть как христианина. Если мы в течение времени, например, не читали все молитвы или не помогали близким, то во время Поста нужно активным образом попытаться сделать все то, что от нас требует христианское вероучение. Во время Великого Поста мы ограничиваемся не только в пищи, на и развлечениях, во всем том, что мешает нам побольше узнать Бога. Мы ограничиваем себя в том, на что мы тратим много времени, и это свободное время, свободный, скажем так, человеческий наш ресурс, мы можем потратить на познание Бога более лучшим способом, нежели чем во все остальное время. Пост без молитвы и без какого-то духовного делания, без того, чтобы быть нацеленным на Христа, он практически бесполезен. Поэтому каждый постящийся должен помнить о том, что помимо этого сдержания какого-то, мы должны получше узнать Бога, получше познать Его. В Москве в Совете Федерации на этой неделе прошли Дни Рязанской области. В рамках мероприятия состоялась выставка достижений нашего региона. Церемонию открытия провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В ходе состоявшейся встречи они обсудили вопросы, касающиеся развития предприятий, работающих на импортозамещение в регионе, а также обсудили антикризисный план. На выставке была представлена продукция предприятий нашего региона, а также проекты, реализуемые в сфере промышленности и сельского хозяйства. В частности, большой интерес вызвала экспозиция, посвященная формированию в регионе промышленных кластеров, инвестиционным проектам, ориентированным на импортозамещение. Они предполагают замену зарубежной продукции качественными отечественными аналогами во многих отраслях. В их числе агропромышленный комплекс, производство стройматериалов, медицинских препаратов. Также гости мероприятия ознакомились с инвестиционным импортозамещающим пакетом проектов в сферы АПК, направленных на расширение производства молока, овощей, картофеля, другой сельхозпродукции, ее хранения и переработки. Ну а тема антикризисной программы регионов стола во главе стола. У нас принят антикризисный план. Сейчас ведется обсуждение его в различных профессиональных сообществах, общественных организациях, с тем, чтобы уже выработать конкретные региональные законы, которые будут направлены на снижение нагрузки на бизнес, в том числе малый бизнес, аграрный бизнес и так далее, и выработанные проекты нормативных актов правительства. И мы предполагаем, что к 1 апреля они уже будут приняты. Все то положительное, что есть в Рязанской области, мы будем стараться распространять на другие регионы. Очень заинтересованно прошли заседания комитета по обсуждению проблем Рязанской области, и доклад, с которым выступил губернатор, заместитель областной думы, и та выставка, которая, это наглядно, это не слова, это не бумаги, это то, что можно потрогать руками, увидеть цифры, увидеть развитие, говорит о том, что они молодцы, они много сделали. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выставку достижений земли Рязанской оценила положительно и отметила, что за последние годы Рязанская область поднялась в рейтинге по сравнению с другими регионами практически по всем позициям. За последние годы Рязанская область демонстрирует такое поступательное, последовательное экономическое и социальное развитие. Считаю, что в Рязанской области наработаны хорошие практики в ряде сфер. Они молодцы, что они основное внимание сосредоточили на диверсификации экономики, на поддержку и развитие реального сектора экономики, этой промышленности, сельское хозяйство и другие сферы. Валентина Матвиенко также поинтересовалась политикой сдерживания цен и мерами, которые предпринимаются в регионе для ее реализации. Губернатор Олег Ковалев сообщил, что цены в Рязанской области удается сдерживать за счет комплекса мер. В течение четырех или пяти лет мы были все время в десятке регионов России по темпам создания количества малых предприятий. Сегодня людей, занятых в малом бизнесе, у нас составляет 9% от трудоспособного населения. Европейская норма где-то 11%. И мы считаем, что здесь мы уже ту нишу практически выбрали. Да, мы будем продолжать еще создавать малые и средние предприятия и поддерживать создание малых и средних предприятий. Но основной акцент поддержки мы переносим сейчас на развитие действующих предприятий, которые уже доказали, что они умеют производить качественную продукцию, конкурентную продукцию и умеют ее сбывать, умеют организовать производство. Валентина Матвиенко, подводя итоги, заметила, что в Рязанском регионе созданы условия для реализации более 100 инвестиционных проектов с объемом более 250 миллиардов рублей. Рязанская область имеет хорошую стратегию развития до 2025 года. Также сейчас завершается формирование антикризисного плана, который проходит обсуждение. Главное, что нет никакой паники, никаких крокодиловых слез. Есть уверенность и стремление добиваться поставленных задач, заявила спикер. К другим новостям. С этого года вступили в силу изменения в жилищное законодательство. Отныне все управляющие компании обязаны получить разрешительные лицензии на работу в сфере ЖКХ. А их руководители должны пройти обучение, чтобы получить на руки сертификаты, позволяющие заниматься привычной и, несомненно, любимой для них деятельностью. На церемонии вручения первых таких документов побывала и наша съемочная группа. С этого года в Рязани стартовала выдача лицензии в сфере ЖКХ. Руководителям управляющих компаний, успешно сдавшим тесты, вручили сертификаты. Они нужны для того, чтобы управляющая компания смогла получить лицензию. Без нее с этого года коммунальные организации не смогут работать на рынке услуг ЖКХ. На сегодня из 124 управляющих компаний руководители 70 уже приняли участие в аттестации. Компании, которые будут работать без лицензии, не имеют права даже находиться на рынке предоставления данных услуг без лицензии. Штрафные санкции там очень серьезные, от 150 до 300 тысяч рублей за ведение деятельности предпринимательской без лицензии. Поэтому все руководители управляющих компаний относятся к этому очень серьезно, подходят, видели и сдают со стубальной системой такой. Ну, были нюансы, есть у нас люди, которые не готовы пока получить аттестат, но будут готовиться еще изучать. Процедура обязательного лицензирования требует от управляющей организации сдачи квалификационного экзамена на знание жилищного законодательства, подготовки пакета документов и выполнения целого ряда других условий. Коммунальщики считают, что новые требования помогут убрать с рязанского рынка некомпетентные компании. На сегодняшний день эта проблема актуальна, как никогда. Ну, это очередной виток в нашем законодательстве новом, да, обязательная серфицированная управляющая компания, ну, и стимулирует нашу управляющую компанию, чтобы работать еще на пять, на пять с плюсом и взять еще на квартирные дома управления. Вот, для этого получили аттестат сегодня. Вся процедура лицензирования продлится больше полутора месяцев, завершатся все процедуры ближе к маю этого года. После чего работа компании без разрешительных документов будет считаться незаконной. Получение лицензии – это процедура, требующая времени, внимания и ответственности. В конечном итоге с рынка уйдут некомпетентные компании, что положительно отразится на качестве услуг. Квалификационный экзамен предусматривает все вопросы, в которых обязан разбираться специалист, претендующий на руководящую должность в управляющей компании. Тут, как говорится, главное, чтобы очередные изменения не стали удобным полем для, уж извините, коррупционной деятельности. Как это, в большом сожалению, принято в нашем государстве. А теперь о работе структур силовых. На этой неделе сотрудники полиции работали с присущим им напором и ответственностью. Само собой, результаты были соответствующие. Подробнее в материале Натальи Новиковой. Сотрудники МВД России Призанской области выявили и пресекли деятельность точки по незаконной реализации жевательной смеси на свай на рынке на улице Праволыбецкой. При досмотре у продавцам стражи порядка обнаружили 10 килограммов наркотика. Еще 6 килограммов злоумышленник спрятал неподалеку. Опасная жевательная смесь была упакована в порционные пакетики. Общей сложности по подсчетам полицейских злоумышленник приготовил для реализации свыше 500 доз на свай. Сотрудники полиции уясняют происхождение этой партии и каким путем она попала на территорию Рязанской области. И напоминают, что на свай по своему действию приравнивается к наркотическим средствам, опасен для здоровья и вызывает зависимость. По общей статистике, эта жевательная смесь распространяется в том числе и среди подростков, для которых употребление на свай может стать первым шагом к тяжелым наркотикам. В ходе последней проверки сотрудниками полиции были задержаны уроженцы Республики Узбекистан, у которых было выявлено приблизительно 16 килограмм на свая. Очередные рейды по выявлению нелегальных таксистов провели рязанские полицейские на этой неделе. В результате в советском районе города Рязани было зафиксировано 4 факта незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси. Стоит отметить, что рейды по выявлению нелегальных такси полицейские проводят еженедельно и напоминают, что несоблюдение требований по лицензированию и перевозке пассажиров легковыми такси может привести к человеческим жертвам. За данные правонарушения предусматривается штраф на граждан до 2,5 тысяч рублей, на юридических лиц до 40 тысяч рублей. Не обошлась неделя и без дорожно-транспортных происшествий. Страшная авария произошла в городе Кораблино. 38-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Kia Cerato, совершил наезд на пожилую женщину, идущую по проезжей части во встречном направлении. Пытаясь скрыться с места ДТП, водитель иномарки в 20 метрах от места наезда совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. От удара «Жигули» развернул на 180 градусов, и машина совершила наезд на стоящих возле пешеходного перехода 41-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Иномарка, проехав перекресток, совершила наезд на опору линии электропередач. В результате происшествия женщина с ребенком получили ушибы и ссадины, а 73-летняя пенсионерка с множественными переломами была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась. В Рязани на улице Сысоевской столкнулись «Жигули» 10-й модели и маршрутное такси. В городе Кораблино 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Киа Церата», совершил наезд на пожилую женщину, шедшую по проезжей части навстречу движению автомобиля. Женщина-водитель, управляя легковым автомобилем, не справилась с управлением. Ее автомобиль вынесла на полосу встречного движения, где произошло столкновение с 99-й маршруткой. В момент происшествия женщина-водитель не была пристегнута ремнем безопасности и в результате с травмами доставлена в больницу. В салоне маршрутного такси находилось 4 пассажира, и никто из них не пострадал. Также в Рязанской области были задержаны двое молодых людей, управляющих незарегистрированным снегоходом. В селе Новая Чернеева в рамках мероприятия «Снегоход» остановили снегоход марки «Ямаха», который был без государственных регистрационных знаков. У водителя не имелось также при себе документов на этот снегоход. Поэтому снегоход на эвакуаторе был отправлен на штрафстоянку, а водитель понесет ответственность за допущенное нарушение правил дорожного движения. Также хочу отметить, что пассажир снегохода при езде на руках имел незачехленное, незаряженное охотничье оружие. Поэтому он был доставлен в Шацкий межмуниципальный отдел полиции для проведения проверки по данному факту. В эфире программа «Время говорить». Смотрите во второй части выпуска. Чай – это хлеб, и кому он помешал? Рязанец обнаружил в полях целую гору мучного. А между делом рязанцы смогут узнать о состоянии своего здоровья, одновременно делая покупки. По просьбе горожан в нашу редакцию продолжают поступать звонки от телезрителей с просьбами осветить их проблемы. Хлеб всему голова. Утром 23 февраля в поле возле микрорайона Недостоева жителям Рязани была обнаружена гора хлеба, упакованного в герметичные пакеты. Сделанные им фотографии и отснятое видео мгновенно разошлись по соцсетям. Чей это хлеб, кому он помешал и как оказался? На улице пытались выяснить рязанские журналисты, и им-таки это удалось. Как оказалось, свалку хлеба в микрорайоне Конищево устроила транспортная компания, которая занимается доставкой товара от производителя до магазинов сети «Магнит». Об этом сообщило руководство московского хлебозавода номер 24. По словам директора предприятия, 13 февраля автомобиль с хлебобулочной продукцией сломался. Предполагается, что водитель неисправного транспорта выбросил груз вместо того, чтобы обеспечить перегрузку товара в другой автомобиль и доставить обратно на склад хлебозавода. Руководство предприятия считает организацию свалки хлеба кощунством и надругательством. Компания выразила заинтересованность в выяснении всех обстоятельств случившегося. Магазин, занимающийся реализацией хлеба, оказался неудел. А там уж кто его знает, может быть водителю хлебовоза в столь неурочный час потребовалось перевезти другой груз. Более, по его мнению, прибыльный, нежели просроченные булки. Продолжим. Воспитание детей дело ответственное, ведь от их будущего непосредственно зависит и будущее нашей страны. К сожалению, статистика преступлений, совершаемых несовершеннолетними правонарушителями, остается неутешительной. В нашем городе действует центр, специалисты которого неустанно ведут работу с такими, уж извините, трудными детьми. Подробнее в следующем сюжете. К сожалению, в нашей стране распространена преступность среди подростков. Часто противозаконные действия совершают дети из неблагополучных семей. В нашем городе активно борются с данным видом правонарушений. Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение подростковой преступности. Также на территории нашего города работает Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Вот уже пятый год на территории нашей области, как построили новое здание Центра для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Спасибо, то есть это государственная программа была соответствующая, и он рассчитан на 25 мест. Центр расположен на улице Баженова и способен обеспечить круглосуточный прием юных правонарушителей. Сотрудники учреждения ведут занятия с детьми, проводят с ними тренинги и профилактические беседы. В прошлом году в Центр были доставлены 102 подростка. Самая ответственная работа в Центре остается за сотрудниками, которые работают конкретно с детьми. Ведь их работа многообразна. Каждому несовершеннолетнему правонарушителю необходимо найти подход и общий с ними язык, быть отзывчивыми и ни в коем случае не оставаться равнодушными к их проблемам. Ведь от воспитания нынешних детей зависит будущее нашей страны. Ну а теперь к новостям бытовым. В нашу редакцию продолжают поступать звонки от граждан в той или иной степени недовольных работой обслуживающих их домауправляющих компаний. На этот раз наша съемочная группа отправилась к жителям дома номер 9 по улице Крупской. О том, в каких условиях приходится существовать людям в материале Романа Дворецкого. В нашем городе остается актуальной проблема аварийных домов. В одном из таких старых зданий по улице Крупской жить уже становится проблематично. Условия, в которых вынуждены проживать люди, с легкостью можно назвать спартанскими. Компания, обслуживающая дом номер 9, как правило, находит лишь временное решение проблемы, которых здесь хватает. А иногда она просто бездействует. Некоторые из жильцов имеют наглость самостоятельно проводить нужные им коммуникации, ни с кем предварительно это не согласовав. Я обратился за тем, что мы своевременно платим коммунальные услуги за содержание жилья. Но управляющая компания при этом не устраняет эти неполадки. Также не устраняет неполадки, которые самовольно были сделаны без согласования с жильцами. Без проекта. В ванных комнатах с такой влажностью скоро заквакают лягушки. Отсутствие в коридорах хотя бы достаточного освещения уже не самый страшный грех коммунальщиков. А перебои с отоплением вообще дело привычное. И тем не менее, все это, мягко говоря, действует обитателям дома на нервы. Но на этом перечень проблем, к сожалению, не заканчивается. В доме живут люди, которые в нем не прописаны. А это значит, что чужие платежи за общедомовые нужды делятся между владельцами квартир, которые в доме прописаны официально. Многочисленные просьбы измученных жителей дома решить проблему результатов не дали. Остается лишь пожелать им сил и терпения. Надежда, как известно, умирает последней. Мы продолжаем. Как мы уже говорили, воспитывать детей дело, сами знаете, непростое. А если их трое, то тут, понимаете ли, и добавить нечего. Жительница Рязани пытается выяснить, почему ей, воспитавшей, поднявшей на ноги троих детей и достигшей пенсионного возраста, не полагаются государственные доплаты. В ситуации разбиралась Алена Куколева. Быть многодетной мамой – это большой труд и ответственность. Поэтому вполне справедливо, что такая женщина должна пойти на заслуженный пенсионный отдых раньше общепринятого срока. Но здесь есть и свои нюансы. Надежда Владимировна Семакина – мать троих уже взрослых детей и счастливая бабушка. И эту поистине богатую женщину интересует вопрос, а является ли она действительно многодетной матерью. В выходе на пенсию в 50 лет ей отказали. Уходила, еще раз приходила. Повторно спрашивала. Говорю, считаюсь я многодетной мамой, мне вот с 50 лет уходить на пенсию или с 55? Нет, не считаетесь. В поликлинике считалось, на очередь ставили меня, я считалась. А на пенсию, как по возрасту идти, я уже не считалась как многодетной мамой. Вот я являюсь многодетной мамой или не являюсь? Я так вот прожила столько лет и ничего не поняла. И правда, если действовать согласно букве федерального закона, на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет могут рассчитывать не все матери в статусе многодетных, а только те из них, которые родили минимум 5 детей и воспитали их до 8 лет. Таким образом, пятого ребенка женщина должна родить не позднее 42 лет. Тогда она может выйти на пенсию к 50 годам. Само понятие многодетная мать, оно обладает юридической силой в определенных сферах, в частности в социальной сфере, но в правовом поле пенсионного скандальства оно не применяется. У нас нет многодетной матери, как таковой. У нас есть основания, согласно которому мать приобретает право на льготное пенсионное обеспечение. К примеру, это мать, которая родила 5 и более детей и воспитала их до 8-летнего возраста. Известно, что на рассмотрении в органах скандальтной власти находится законопроект, согласно которому планируется в перспективе сократить количество детей, факты наличия которых в воспитании дает право на льготное пенсионное обеспечение, к примеру, для до 3 детей. Но на данный момент этот законопроект находится на стадии обсуждения. Никаких мероприятий по принятию этого законопроекта пока не было. И на данный момент что-то конкретно комментировать по данному вопросу нецелесообразно. Региональным министерством здравоохранения совместно с медицинским сообществом была организована акция «Узнай свое артериальное давление». В течение всего года жители Рязанской области, в том числе и труднодоступных населенных пунктов, смогут узнать состояние своего здоровья. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. 2015 год в России проходит под эгидой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с этой заявкой 26 февраля в крупнейших торговых центрах Рязани стартовала акция «Узнай свое артериальное давление». Это большая акция, она будет, или проект, проведена во всех наших, скажем так, муниципальных образованиях, во всех районах. И люди уже ждут. Я посетил несколько районов нашей области, где люди с нетерпением ожидают приезда нашего поезда здоровья, наших специалистов. Будут участвовать не только студенты медицинского вуза, за что мы им очень благодарны, но и высоко квалифицированные врачи наших всех специализированных учреждений. Офтальмологи, лоро-врачи, неврологи, узисты. То есть все-все специалисты, которые так необходимы нашему району. Первым шагом в реализации масштабного социального проекта, нацеленного на раннюю профилактику заболеваний среди населения, стала акция в торговом центре «Виктория Плаза». В холле организовали мобильные пункты, где все желающие смогли измерить артериальное давление и получить памятку с величиной давления. Мы действительно планировали сделать так, чтобы это было доступно, чтобы это было в шаговой доступности везде. Поэтому мы будем идти и по торговым центрам, и по Рязани, и по области мы планируем так же. И сейчас этот план как раз мы верстаем. Следующая акция мы анонсируем. 4 марта планируется на территории Барса на Московском. И пойдем дальше, дальше и дальше. И мы постараемся дойти практически и в спальные районы, и в те точки, откуда, может быть, горожане не всегда выезжают в центр. Но чтобы они действительно посмотрели, обратили внимание на то, что все-таки сосредоточить со своими заболеваниями бороться сложнее, чем заняться профилактикой. А чем раньше человек узнает, что у него давление повышено, тем проще будет подобрать терапию. И, может быть, еще не надо будет назначать медикаменты, можно будет просто подобрать коррекцию образа жизни, коррекцию диеты. Участники акции получили рекомендации для дальнейшего медицинского обследования и информацию о действующих в Рязани центрах здоровья, где можно пройти комплексное обследование организма. Мы будем идти и по дыхательной системе, и по гастроэндрологии подумаем, и сердечно-сосудистой хирургии при необходимости. То есть мы изучим тот спектр, который нам наиболее востребован, и что возможно сделать, конечно, на площадке торгового центра в неспециализированных условиях. И будем идти вместе в рамках наших партнерских отношений с Министерством здравоохранения. Организаторами социального проекта выступают Министерство здравоохранения Рязанской области, Рязанский государственный медицинский университет и Рязанский областной клинический кардиологический диспансер. Такой была эта неделя для наших журналистов. Напомним, что в эти выходные весна наконец-то придет на смену зиме. Желаем вам встретить самое романтичное время года с позитивным настроением и новыми силами. А это все новости на сегодня. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего вам доброго. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова